В Порецком районе Чувашии прошла акция «Классный полицейский». Долгосрочный проект, направленный на профилактику правонарушения среди подростков, был организован МВД по Чувашии совместно с представителями Общественного совета при Министерстве. Акция уже прошла в гимназии номер 5, в средних школах 12 и 31 города Чебоксары, и впервые вышла за пределы столицы. После окончания уроков в Порецкой средней школе, куда приехали ребята из Напольновской средней школы и Порецкой школы-интерната для детей-сирот, высадился настоящий полицейский десант, состоящий из сотрудников 14 подразделений МВД по Чувашской республике, членов Общественного совета при МВД, а также специального транспорта полиции. После официального старта школьники, педагоги и представители родительского комитета группами разошлись по кабинетам для участия в мастер-классах, подготовленных полицейскими. А их тематика была различной. К примеру, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы МВД Владимир Луговских поведал о порядке хранения и получения оружия. А вот представительнице уголовного розыска Наталье Шкутовой пришлось приоткрыть завесу тайны профессии оперативника. Сотрудник кадровой службы рассказала детям о критериях выбора будущих полицейских. Инспекторы отделения по пропаганде управления ГИБДД пришли не с пустыми руками. В классе установили устройство для остановки транспортных средств, продемонстрировали ребятам работу скоростомера «Визир», а также прибора «Тоник», измеряющего уровень затемнения стекла. А вот представители отдела по делам несовершеннолетних остановились на правонарушениях, чаще всего совершаемых подростками. Практически вовлечь ребят в процесс собирания материала на месте происшествия удалось и эксперту Александре Егоровой. Допустим, произошло такое преступление. Было распитие, в результате чего пропала вещь. У нас очень многие люди любят приглашать в себя неизвестных людей, а потом у них что-то пропадает. О том, как обезопасить себя в интернет-пространстве, говорил и заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Валерий Чернов. Надо быть бдительны, внимательны и никогда не злобоцепляйте интернетом. Интернет не только среда, когда получаете хорошую информацию и нужную, но это среда тех, кто там орудует с точки зрения преступников. Преступников там немедленно, обманывают с утра до вечера. Самым аншлаговым стало фойе школы, где спецназовцами МВД была организована выставка боевого и служебного оружия, находящегося в их пользовании. Запомнилось больше всего оружие, когда объясняли, рассказывали про оружие. Затем запомнилось, когда снимали отпечатки. Точку уроков с полицейскими поставили перед зданием школы. Выступление кинолога Александра Янорова с подопечной служебной собакой вызвало восторг. Бельгийская овчарка Буян продемонстрировала навыки задержания условного злоумышленника и чудеса дрессировки. Затем на площадку выбежали бойцы ОМОН. Их показательное выступление с элементами рукопашного боя, сопровождающейся автоматной очередью и с участием бронированного тигра удивило всех и стало красивым финалом мероприятия. Продолжение следует... Продолжение следует...